Здравствуйте! С вами в студии адвокат Михаил Пахомов. С недавнего времени не допускается осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии. А что если с получением лицензии качество оказываемых по управлению домом услуг не стало выше? Сегодня я расскажу, как сменить управляющую компанию и какие проблемы могут возникнуть во время этой процедуры. Решение о смене управляющей компании в соответствии с жилищным кодексом определяется решением общего собрания собственников помещений. При этом такое решение является обязательным для всех собственников помещений. Несмотря на наличие решения общего собрания, с управляющей организацией заключается договор управления. Отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом на основании решения общего собрания в одностороннем порядке собственники помещений вправе, только если управляющая организация не выполняет условий такого договора. Например, не оказывает услуги по содержанию и ремонту общего имущества, не информирует собственника о заключении договоров о предоставлении коммунальных услуг, не раскрывает информацию о своей деятельности и другие. Безусловно, такой подход предоставляется оправданным с точки зрения стабильности рынка управления. В то же время, доказать, что управляющая компания не выполняет условий заключенного с ней договора, бывает непросто, даже в ситуациях полного бездействия с ее стороны. В отечественной судебной практике долгое время существовал подход, согласно которому, при отсутствии доказательств существенного нарушения условий договора, общее собрание было неправомощным принимать решение о смене управляющей организации. Однако, последние несколько лет суды придерживаются иной точки зрения. Теперь договор управления многоквартирным домом рассматривается как смешанный, в котором присутствуют элементы договора подряда и возмездного оказания услуг с преобладанием последнего. Это означает, что стороны договора могут в одностороннем порядке отказаться от его исполнения в любое время, не только в случае, если управляющая организация не выполняет условий такого договора, но и при выборе ими на собрании иной управляющей организации или иного способа управления данным домом. При вынесении соответствующих решений суды исходят из того, что домовладельцы, выбравшие единожды способ управления домом и управляющую организацию, не должны лишаться возможности изменить их иначе, чем по подтверждению нарушений со стороны управляющей организации. К слову, исходя из этой логики, сама управляющая компания тоже может в одностороннем порядке отказаться от управления тем или иным домом. Такой подход характерен для гражданских правоотношений. Важно понимать, что собственники могут проголосовать на общем собрании за расторжение договора управления и по причине его надлежащего исполнения со стороны управляющей организации, то есть при оказании услуг ненадлежащего качества. В ЖК описан и еще один способ смены управляющей компании. Собственники помещений в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, по истечении каждого последующего года со дня заключения указанного договора. Для этого собственники помещений должны до истечения срока действия такого договора провести общее собрание и принять решение о выборе или об изменении способа управления этим домом. Напомню, открытый конкурс по отбору управляющей организации проводится органам местного самоуправления сразу после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, а также в случаях, если собственники помещений в многоквартирном доме за год не смогли выбрать способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано. Кроме того, открытый конкурс проводится в случае, если до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано. В соответствии с письмом Минрегион России о сроках возникновения обязанности приступить к управлению многоквартирным домом, вновь избранная управляющая организация обязана приступить к управлению многоквартирным домом не позднее, чем через 30 дней со дня подписания договора управления этим домом с первым собственником помещения, если иное не установлено договором управления многоквартирным домом. При этом сам договор управления многоквартирным домом вступает в силу в день его подписания сторонами. Управляющая компания за 30 дней до прекращения договора управления многоквартирным домом обязана передать техническую документацию и иные связанные с управлением таким домом документы организации, которая выбрана для управления многоквартирным домом. На практике управляющие организации часто не имеют технической документации, либо просто не желают ее передавать, в связи с чем заинтересованным лицам приходится обращаться в суд. При наличии у управляющей организации технической документации суды, как правило, выносят решение об ее истребовании, а при отсутствии о восстановлении утраченных документов и передаче их вновь избранной управляющей компанией. При этом следует помнить, что по правилу о замене исполнения новая управляющая компания может сама восстановить утраченную техническую документацию, взыскав понесенные убытки. Суд не указывает, как надлежит поступать организации, у которой требует передать документацию, в случае если такой документация она никогда не имела. Обычно отсутствие документации можно доказать с помощью подписанных актов приема передачи дома на управление. В таких ситуациях суды поступают по-разному, но я считаю, что если ответчик доказал, что у него никогда не было таких документов, понуждать его в передаче бессмысленно. Если вновь избранная управляющая организация обратилась с требованием о передаче документации по прошествии трех лет со дня прекращения договора управления, то прежняя управляющая компания может сослаться на истечение общего срока исковой давности. Однако в случае с передачей карточек регистрационного учета граждан на квартиры, документов, оформляемых при регистрации граждан в жилые помещения Государственного и Муниципального частного жилищного фонда, этот срок не действует, поскольку данные документы носят публичный характер. Достаточно сложным является вопрос исполнения судебного акта с требованием восстановить и передать утраченную техническую документацию вновь избранной управляющей компанией. Для ускорения этой процедуры многие юристы рекомендуют истцам заявлять ходатайство об установлении судом Астрента – денежной суммы, которую придется заплатить ответчику в случае неисполнения решения суда в течение определенного срока в добровольном порядке. При этом данная сумма принадлежит уплате в пользу истца, а не государства. Многие юристы рассматривают Астрент как своеобразную ответственность за неисполнение судебного акта и активно применяют его. Принятие с собственниками решения о выборе новой управляющей компании еще не означает, что прежняя не будет искать возможности вернуть управление себе. Многие, лишенные полномочия на управление домом компании, подают заявление в суд на вновь избранную управляющую компанию. Однако такие иски остаются без удовлетворения. Суды отмечают, что поскольку между управляющими компаниями отсутствуют договорные отношения, оснований для заявления требования о признании или утрате права управлять домом тоже нет. Высший арбитражный суд России ориентировал судебную практику на то, что в данной ситуации управляющим компаниям надлежит заявлять требования об оспаривании конкретного решения собрания. Соответственно, доказывать законность своего решения необходимо собственникам жилья. Некоторые управляющие организации, желающие вернуть себе управление многоквартирным домом, обращаются в антимонопольную службу с заявлением о воспрепятствовании их деятельности со стороны новой управляющей компании. Например, при распространении ею листовок с лицевым счетом, на которые необходимо вносить плату за содержание и ремонт жилого помещения. Высший арбитражный суд в этом случае занял однозначную позицию. Если решение собственников жилья о смене управляющей компании никем не оспорено, значит такая управляющая компания считается действующей и не может воспрепятствовать чьей-либо работе. Особое мнение было в эфире в студии адвокат Михаил Пахомов. Ждем ваших звонков и писем. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!